МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Сергея Манько. Витаю вас и сегодня в выпуску. Город высокого слова. За славьер и ктоится принять 21-й день белорусское письменство. Специально до дня письменства. Тут з'явится помник засновальнику города Изяславу. Про новое житё стародавнего города рапортаж Вероники Тверко. По горячих следах в управлении Следующего комитета по Минской области подверли вынники по угодзе. Задоволись потребы с пожилца 90-годовый юбилей, всё это означает, галена гандлю и громадское харчевание столичного региона. Работа с людьми действительно очень сложная. Это требует терпения, выносливости. Про мастатство гандлявать Виктория Свирская. Город высокого слова. За славьер и ктоится принять 21-й день белорусское письменство. Свято пройдет тут уже в другой раз. Аматура у мастатства чекают цикавая концертная программа выставы под открытым небом конкурс Чытальникову. Центр города перетворился в великую бдавничую пляцовку. Протягивается модернизация дорог и социальной инфраструктуры. Про новое житё стародавнего города. Репортаж Вероники Тверко. В первые выходные вересня Заславья станет господаром Дня белорусского письменства. До этого двойчатый титул примау только Полоцк. В первой рамках свято пройдет областный конкурс Чытальников Живая Классика. Не забудутся и про традиционные заславские читания. Основной концертной площадкой, где будет проходить День Белорусской письменности, является городской вал в месте нахождения Спаса Преображенской церкви. В настоящее время там идут реконструационные работы. Для жителей, для туристов, которые посещают город Заславль, останется несколько таких вот очень знаковых, очень интересных точек. И мне бы не хотелось сейчас раскрывать все секреты. На свято слово в Заславле чекают колеса журналистов 60 письменников. Для отпочинку гостей будут створены усе умовы. В планах выставок обеленов под открытым небом бесплатный выход в историко-культурный музей-заповедник. Обновятся гандлевые объекты, а в кафе будут новое меню национальной кухни. Уже 7 вересня в центре Заславля з'явятся концертные пляцовки. Поколь же подрыхтока до свято иди полным ходом, специально до дня письменства. Тут з'явится помник засновальнику города Изяславу. До закончения идут и ремонтные работы у остальных частках города. Пешеходные дороги, море, канал сделали хорошо. Реконструкции много делают полностью. Фасады делают красивые. Очень приятно смотреть. Проведение республиканского свято да и додатковые мягчимости для реконструкции всего города. У Заславля особливая увага ремонту дорог. Для вращения этой проблемы с областного бюджета выделили около 24 миллиардов рублей. За эти сроки на уезде в город побудуют два дорожных кольца, что полепшит життё автомобилистов. У межгорода обновят покрытие амальтрох десятков в улице Завулков. Додатково установят светофоры, уладкуют и дворовые территории. Ремонтируется покрытие тротуаров, пешеходных дорожек для безопасности возле школ будут устроены шачие полицейские для удобства пешеходов и водителей, соответственно. На передо дни свята в Заславе реконструировали школы, детячие садки и больницу. Городу подаруют две спортивные пляцовки. Таким чином последняя белорусская письменство у Жихаров в Заславе застанутся не только приемные эмоции от свята, а и полепшенные умовы для життя. Вероника Цверко, Тамер Малак, Минщина. Боротьба с коррупцией застается приоритетом деятельности Управления Следчивого комитета по Минской области. Правооховники подверли выники и работы за опершие по годе. Так только с початку года бюджету Минщины нанесены урон на 12 миллиардов рублей. 15 криминальных справ с упрость коррупционеров накированы у суды в области. Следчивыми накладены арешт на майомость, а гольный кошт, який 23 миллиарда рублей. Активно сопростоять на Минщине незаконному обороту наркотиков. С початку года распространено больше 400 таких справ. На лове подсудных нередко оказываются неполнолетние. И еще одна становшая тенденция по скоровься процесс раскрытия злочинства минулых годов. Уже завершено расследование некоторых гучных справ. Примером этому может служить недавно направленное в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Минского района, который совершил убийство с особой жестокостью своей сожительности, нанеся и не менее 45 ударов по различным частям тела. Этот же гражданин в 2011 году подозревался в совершении умышленного убийства своего 56-летнего товарища. Только учитывая кропотливую работу следователя, мы смогли предъявить ему обвинение в совершении того убийства и, соответственно, направить уголовное дело в суд. Для надзвучайных здарений у центра Борисова горел будинок, який находится на территории Жаночьего монастера. Он не выкрыстовывается уже больше за 10 годов, тому подчас узгорания там никого не было. У двухповерховой побудове загорелся дравляный дах. Огнем он был целиком знижчен. Среди мягчимых причин пожара нестерожное выходжение за огнем або подпал. Поломим знижченный гараж в Пуховицком районе. Узгорание отбылось в вечере, когда господар был дома. Тому он амаля дразу патрифановал у МНС. А лет до приезда в ротовальника в гараж разом за автомобилем был знижчен. Агнем причины узгорания высветляются. Задоволить потребы спожилца 90-годовый юбилей все лет означает гарина гандлю и громадское харчавание столичного региона. Напереды дни профессийного свята у гандляров столичного региона зъявилось одразу некарки добрых нагод. По темпах росту розничного этого разворота сродовластей, краины, меньшина займает первое место. А слудский универмаг занесен на республиканскую дожку гонору. Домогчиси таких вынеков допомагают сучасные технологии, новые формы и методы продажу открыть все специализованных и фирменных магазинов. Промастатство гандлявать, Виктория Свирская. За полгода на Мещане открыли амальд две сотни крамы урозной формы властности. У городским поселку Смилович гандлевая площа приватника не пустуют. На початку покупников было не так и шмат. Люди приглядалися. Прошло некольки месяцев, и сегодня репутация прасуя на краму. Уровень современной торговли требует постоянного развития. И чтобы магазины уже закрытые торговли как бы не актуальны. Сейчас магазины, чтобы были самообслуживания. А при магазине самообслуживания требуется постоянная модернизация и обновление торгового оборудования, что способствует повышению прибыли. Штат сопрационников подбирался от байна. Основным в опытные продавцы, которые в непредсказальных ситуациях умеют лавировать, а спричные моменты выращаются на корысть покупника. Работа с людьми действительно очень сложная. Это требует терпения, выносливости. Где-то надо промолчать, где-то надо говорить со стисным зубом, улыбаться. В общем, угождать покупателя. Когда попадаю сюда, приятно зайти, посмотреть. Это всё свежее, хорошее. Приватник працёй на себе у выниках затекавленных. Это мощный конкурент для райс-пожил товарыстов. А если ранее державные крамы соступали приватным, то сегодня на двород часто идуть на крок напереде. Так у червени колечная кулинария стала лепшим местом для аматоров мяса. Тут готовы пропоновать экзотику, але уличывают интересы и своих перших спожилцов лосунов. Говядина шести видов, свинина четыре вида в разделке, также и крестьянский разруб, баранина, кролик, также птица, страус, куропатки, кури и индейки. Мы оставили ассортимент булочек с добы. Вот ещё тоже предусмотрим, чтобы кремовые были ещё в продаже. После реконструкции крамы у центра города стала бы да и самая наведвольная. Тут применили открытую выкладку, яка дозволила пояличить ассортимент товару. Як выник у взрослый розничный товарозворот два с половой разы. До того ж крама самая активная в плане распродажовой акций. А это тое, что притягивает покупникам. На отдельные виды товара у нас снижена наценка. И проходят акции. У нас более 50 наименований, которые акционный товар. Ну вот, допустим, если сейчас сезон, то квас, минералка, сахар. Ну, на акционном у нас сок стоит. На скрыжевании дорог у Тульное кафе на трассе Могилёв-Минск тяжко уявить. Ранее было столовой старого узора. Сегодня тут майстер-кухар пропануя стравы на любой густ. До слова таких профессионалов во всей краине усяго некольки десятков. Разом с магазинными формами гандлю на Минщине развиваются иншие у Тымлику с использованием интернет-технологии. По прошлым часам в столичном регионе все большую популярность набирает дистанционный гандль. Причина есть. По-перше, широкий ассортимент товара. По-другому, с пожилцу зручно выбирать товар дома. И по-третье, отсутность выдатков на аренду гандльовых площад допомогает устанавливать больше низкие цены. Виктория Свирска, Алексей Колупанко, Минщина. Белорусские каникулы японских школьников. Уже утреть раз группа подлетков из регионов Японии, которые потерпели от авары на атомной станции Фукусима, отпочнутся у детячим оздоровленным адекватным центром из Убраня. Коли 30 хлопчиков девчинок с краины у заходящего солнца пройдут медицинское обследование, отримают необходное решение, примут удел о забавляльных программах и ближе познайомятся с культурой нашей краины. До того же, с детьми будут спорцовать опытные психологи. Японские дети отпочиваются на Мядерщине третий год запар. На этом меню все. Доброго вам настрою и до встречи.